Телеканал «Россия» и студия «Позитив» представляют Прикольно! Папаша, а вот это слово «библиотека» Оно вообще иностранное же, да? Ну да Ну а что оно означает? О, это слово пришло к нам из древнегреческого А, когда-то оно имело значение «собрание книг» Прикольно! Ну а в наше время? В наше время это слово уже почти никакого значения не имеет Ха! Прикольно! Прикольно! Здравствуйте! Дмитрий, это ваша история экзистенциализма Пожалуйста! Спасибо! Пожалуйста! Ларочка, дорогая, ну что ты решила? Лахтанков Тандиович Я вам уже неоднократно говорила, что я не буду вашей женой Не буду, не просите ее Ну почему, конфетка моя? Ну потому что у нас с вами разный уровень, разный, понимаете? Я работник культуры, а вы работник рынка Ну я тоже культурный, я к тебе библиотеку хожу, книжки выписываю Дай мне книжки, список, которые я тебе давал Да вот они, господи, ваши книжки Почемучка, грузинские народные сказки Энциклопедии для самых маленьких Вы бы еще азбуку заказали? Да нет, азбука не надо Мне и без азбука Хватит Ну вот, дорогая Теперь я почти на твоем уровне Добрый вечер Добрый вечер Господи, как вы меня напугали А вы кто такой? Чем же я вас так напугал? А у нас, говорят, тут уже целый месяц маньяк орудует сексуальный А вы случайно не маньяк? Да ну что вы, неужели я похож на маньяка? Да нет, я библиофил Библиофил? Библиофил А что это такое? Ну я книжки обожаю Книги, это моя страсть Понимаете, обложка, фразация, шмут, титул Я когда открываю книгу, я могу ее читать, знаете, хоть всю ночь Вот читать, читать, читать Ну и хорошо И читайте, где еще сейчас встретишь интеллигентного человека Разве что вот так ночью в подворотнике Какие книги вы любите читать? Да любые Любые? Любые, знаете, для меня вот Любая женщина, это как не прочитанная книга Я могу ее читать Читать, 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 читать Читать, читать, а ну давай Скидавай Супер обложку Мама, давай, давай Тихо, тихо, тихо. Через 9 лет выйдешь другим человеком. Да, да, да. Другим, говорю, там, честно, как работаю. Конечно, другим. Другим, совсем другим. Старые мы больные. Ну ладно, Зыков, я... Похвалить тебя зашел, Зыков. Похвали. Молодец. Правильные книжки читаешь, Зыков. Правильные. Молодец. Обычно заключенные у нас в библиотечке какие книжки берут? Побег из Шоушенка. Побег. Побег. Идиот. Животное просто. Или это... Граф. Граф. Монте-Кристо. Это про то же... Идиот. А опытный воспитатель, он сразу че забавал. Что у них на уме? Почему? Потому что они идиоты. Ты не, ты не, ты молодец. Решил заняться самообразованием, профессию получить. Я это сразу понял. Сразу. И вот поэтому решил книжки, которые ты заказал, сам тебе занести. В качестве поощрения. Держи. Утилизация грунта при строительстве туннелей. Книжка. А. Технология подземных работ. А. Молодец. Учись. Давай. Учись. Учись. Я же еще просил самоучитель метро своими руками. Не было. Не было. Там метро не было. Я тебе... Я это метро. Я тебе из-под земли его достану. Я сказал. Давай. А. Молодец. Ай. Вот обросали. Ну, ну, ну. Приготовиться к погоде. Вдороги. Внимание. До эфира 10 секунд. Первый темпер готов. Черт, что знает. 9. 8. Будет сегодня дождь. Не будет сегодня дождя. 5. Погода. Вы придумали, что говорить? А скажу, что не будет дождя. 3, 2, 1. Эфир. Добрый вечер. Скажу вам, как метеоролог, самое неблагодарное дело это делать прогноз погоды. Неправда. Неправда. Самое неблагодарное дело этим прогнозам доверять. Послушайте. Ну, правда. Ну что, да что вы там? Ну, ну, бывают ошибки. Бывают ошибки, бывают. 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 Стеной. На секунду на улицу высунулся и уже вот, весь мокрый. По прогнозам метеорологов, на Кипре всю неделю солнечные дни. Тебя волнует эта погода. Давай выпьем. Ну, да. Мы как выпили с тобой неделю назад по случаю приезда, так до сих пор и пьем. Не солнца, не пляжа. Одно и то же. Говори, что одно и то же. Да садись. Ты будешь пить или не будешь? Неделю льет. Это же сезон дождей. Можно, можно, слушай. Дождь. Закрылся, человек. Уже не просто тепло, он такой. Горяд. Я не могу больше эту тему дождя. Чего ты вообще решил, что там неделю идет дождь? Ну, как все? Я только вышел и сразу весь мокрый. Ну, что? В какую дверь ты выходил? Влевую? Влевую, влевую. А на улицу в правую? А левая дверь куда? А левая в душ! Опа! Наливай. А-а-а! Что такое? Что такое? Посмотрите на него. Это не муча придурок. Что за беготня среди ночи беготня? Что пожар? Что? Не пожар. Что? Потоп. И где мой белый хитон? Белый хитон? На! Постираешь, он будет белый. Что за потом? Что за потом? Что? Всемирнич. Он велел всем бежать на пристань и сесть на ковчег. Посмотрите на него. Это идиот. На какой ковчег? На любой. Он сказал? Так надо же торопиться. Посмотрите на этого идиота. Он сидит и копается. Давай, что-то надо брать. Он сказал, что надо брать? Он сказал. Что? Он сказал, что на ковчег берут каждой твари только по паре. Это закон. Ну все, уже успокойся. Я уже договорился с одной женщиной. Ты скотина! С какой женщиной? А я! А ты? А ты вот сиди и слушай. Я тебе давно хотел сказать, но... Короче, тебя туда не пустят. Что такое? Почему? Я же тебе сказал, закон каждой твари по паре. А второй такой твари, как ты, на всей земле больше нет. Это уж я-то знаю. Вой, ты скоро? Что? Бегу. Ты скотина, ты! Скотина ты! Ну, посмотрите, на него. Альдойка была. Фух, холодрика! Да ну тебе, Вась. Да не, ну что, Вась. Ну, тоже, знаешь, извини, японский городовой друг называется. Ты же мне дружок-то, ну, что ж ты? Ты два дня не приходил, Вась. Ну, ты ж знаешь, что у меня своих валенок-то нету. Ну, на улице-то холодрика такая морозка. Я без валенок-то никуда выйти не могу. Да чего ты? Да ну, Вась, ну, нихуру. Я ж у тебя во всей деревне один друг не устал. Ну, такого. Больше тебе ни то валенок не дает? Ну, не дает. Ну, а при нашем климате самое дорогое для человека что? Вот что, Вась? Что? Валенки! Вот, вот, давай валеночки-то скидавай. А я быстро там, ну, по делам-то прошвырнусь. Часик-другой, а ты посиди тут, как обычно. Погоди. Ну, что угоди-то, Вась? Я же к тебе с подарком. Каким подарком? Да вот, решил своему дружку помочь. Да ему, Руська моя, все время в подозрении. И это я понимаю, каждый день шастаю. Вот. Так что, надевай валенки и дуй по своим делам. А я домой пошел. Да. Че сидишь? Я говорю, валенки надевай и пошли. Валенки чай. У нас теперь не в одни с тобой, но... Да валенки-то не одни, Маруська-то одна. Че? Ну, ух ты, я... Я отсюда. Че ты сказал? Да ничего, Вась, я это... Слухай, что я это... Да нет, а сказал ты че там? Да ничего, что сказал ты. Ты погоди. А че гудит-то твой? Это я там сказал, что Маруська... Че сказал, Вась? Ищи, быстрее! Ну что, джон, может еще повиски? Нет, взял. Все. Не можешь больше виски. Тогда давай по бренде. Только не бренде. Все. О! Может, по русской водке бахнем. И все. И все. Барбел! Десять бутылок русской водки! И все. Здрасте. Охотятся к нам? Приехали. Ну, приехал. Ага, значит, на белку приехали. Ну че, правильно. Наша белка здешняя, она хороша. Не на белку я приехал. Ага, а. На зайца, значит. Ну че, здешний зайц, он не хуже белки будет. Я смотрю, ты знаток большой, да? Ага. На зайца. С таким оружием, да? На медведя я приехал. На медведя? О-о-о-о! Я тебе знаю, что скажу. Здешний медведь, он кинезаяц. Хозяин тайги. На него и дед мой с рогатиной ходил. И отец мой, помню, на него с рогатиной ходил. С рогатиной. Ай, дед! Вот это автомат. Понимаешь? Ага. Ага. Автомат, говорю. С оптическим прицелом. Ага. Да ты такого и не видел-то, небось, никогда. Ох ты. Ой. Где уж там? Да. Мало того, что у медведя две рогатины уже есть. Так теперь еще и автомат будет. С оптическим прицелом. Одно слово. Хозяин тайги. Так, пять кило картошки это я купил. Лука два кило, капусту. Все, а что еще у меня писал? Сами. Мужик. Купи пистолет. Чего? Ну, пистолет, видишь, новенький. Еще в масле вон, как огурчик. Недорого продам. Слушай, это вы, уйди, а? Уйди от греха. У меня и так голова кругом идет. Это мне жена написала такой списочек. Я говорю, просто... Еще две обоймы к нему есть у меня. Уйди, я тебе сказал. Все верно. Так. Два мешка от семента. Мешок алибастра. Елки. Двадцать пять. Двадцать пять рулонов обоев. Это тестью для ремонта. Тещу новую сковороду. Кошки, тещины, средства от блох. Собаки ее мешок корма. Так, шубу жены из ремонта забрать, пальто тещи. В химчистку занести. Подарки купить для приезжающих родственников. Ваши родственники приезжали. Тетя Валя, Толиков, дядя Федя, Светя. Слышишь? А сколько вообще в обойме патронов? Девять. А у тебя две обоймы? Две обоймы. Эй, приятель. Ты наступил мне на сапог. Плевать хотел. Угу. Ха-ха-ха. У-у-у. Приятель, ты наступил мне на сапог. Плевать хотел. Кому ты это сказал? Ты, сын Койота и пьяный мексиканты. Меня разыскивают в трех штатах за зверское убийство шарифов. Ха-ха-ха. Плевать хотел. Ха-ха-ха-ха. Запомни ты, у настоящего ковбоя есть только два правила. Никогда не прощать обиды. И никогда не стрелять в теориста. Я садист. Ай, фу. Очень приятно. А я пианист джо. КОНЕЦ 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 Давай, давай Ты чё, вот так, что? А! 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 О-о-о! О-о-о! Да! Что? Здравствуйте, я к вам Зачем? Я на счёт съёмок в художественном фильме «Аленький цветочек» по поводу роли принта Вы? Нет, вы меня не поняли Я бы мог сыграть принта ещё до того, как он стал прекрасным принтом Ну, то есть, тогда, когда он ещё был страстным чудовищем Ага Страстное чудовище? Да Вы? Да Исключено абсолютно Вот вы даже не представляете, что вы теряете Я во всей стране для вас самый подходящий актёр Ни у кого нет такого опыта съёмок в рекламе до Понимаете? Нет, не понимаю Не понимаю Если вы там рекламировали какую-то музыку При чём тут я? До Это не нота А что это? Я уже шесть лет играю в рекламах человека до... ну до... исцеления от целлюлита До... пересадки волос До... покупки ортопедического матраса До... применения средства от плоскостопия И до... применения зубной пасты от кариеса Ну посмотрите, как у меня это было до... как это было ужасно Не надо, пожалуйста Знаете, как мы с этого покупаем? Ну что? А что? Ну послушайте Ну ещё раз подумайте о моём предложении Я прошу вас Ну подумайте, ну вы же продюсер А я актриса с большой буквы А Ну я вам уже 25 раз повторяю, к сожалению К сожалению, мадам, все главные роли уже распределены Видите, так получилось Получилось Так получилось Я понимаю, я всё понимаю Все знают, как это всё делается В нашем кинематографе Хочешь получить главную роль? Переспи с инвестором Вероятно, кто-то уже успел Что вы такое говорите, ей-богу Знаю я, что я говорю Послушайте, ну хорошо Но может быть вы Как продюсер Можете предложить мне роль второго плана, я? Ну да, но к сожалению Роли второго плана тоже все уже разобраны Уже разобраны все роли Ну понимаю, понимаю Продюсер же у нас тоже Мужчина, да? Да что вы, что вы, что вы, позволяйте Руки распускайте Ну ладно, что я позволяю Что я позволяю? Все знают Всё здесь делается через койку Ну хорошо, но что? Ну может быть эпизодик? Ну эпизодик Боже мой, ну оставьте вы меня в покое Это уже не ко мне К кому? А? Я поняла Значит, насчёт эпизодика Это к режиссёру? Нет, нет, нет Там тоже уже всё Знаете что? Попробуйте пообщаться Насчёт массовки Ну это уже к осветителям Господа Господа Вы звери Господа Господа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok